Добрый день! Традиционный кубоидный анбоксинг. Сегодня у нас Calvin's Puzzle. Кубоид. 4х4х5. Постоянные зрители канала скажут Can you solve it? Но нет. Они скажут, что был уже кубоид 4х4х5. Вот такой вот. Компании AI. Вот сегодня и сравним. Техническая информация кому нужна. Открываем. Прозрачный бокс. Здесь Crazy Bad. Видимо, помогал создавать. Головомка не новая. Но я купил недавно. И только на днях. Впервые перемешал и собрал. Черный пластик. Наклейки. Вариантов цветного пластика я не видел. Но этот вроде бы ничего. По размеру. Примерно такой же, как и кубоид от AI. Примерно на один слой. Больше, чем стандартная четверка. И примерно на один слой. Очевидно меньше, чем 4х4х6. Того же производителя. Что же здесь такого особенного? И зачем у меня два таких кубоида? Ну, разница очевидна. Ну, этим все сказано. Это у нас не пропорциональный, не классический кубоид на базе 4х4. То есть можно вращать дальше, так и перемешивать. Это классический кубоид 4х4х5, который с четверкой общего вращения не имеет. То есть он форму не меняет. Сможем повернуть вот так. И дальше уже все. Здесь прорези не совпадают. Это совершенно разные головоломки. Хоть и выглядят очень похоже. Что интересней? Ну, наверное, AI интересней. Крутится похуже. И открутится получше. Но, как я уже сказал, сборка совершенно иная. Ну, а теперь посмотрим, что же здесь интересного. Кстати, я не зря достал 4х4х6, так как это родственные души. Здесь можно повернуть вот так. Точно так же, как здесь. И мы поймем, в чем же тут суть. А суть в том, что 4х4х6 это четверка с двумя нарощенными слоями. А 4х4х5 только с одним. Вот эта вот оранжевая грань, это лишний слой, который приклеили, ну, не приклеили, а присоединили к 4х4, вот стандартный кубик. Ну, здесь даже по конструкции. Так вот мы сдвигаем и видим, как это все устроено. Как же его собирать? Да, примерно так же, как 4х4х6, только слегка иначе, и, мне кажется, побыстрее. Можно пытаться перемешивать отдельно сначала этот оранжевый слой. Как-нибудь вот так. Но я не очень уверен, что это полезно. То есть мы вот эти вот все равно не разобьем, пока форму не поменяем. Ну, уголки, ну, или ребра, можно немножко поменять местами. Вот так, если поворачиваем, этот слой не вращается. Здесь можно делать вот так. Вот, как-то поменяли углы, но при перемешивании с изменением формы они вроде бы тоже перемещаются. Поэтому сильно здесь мудрить не будем. Сразу мешаем, как 4х4. При вращении здесь что-то иногда цепляется, но я думаю, это пройдет со временем. Изначально кубик кубует неплохо смазан. Я своей смазки не добавлял. Ну, и при перемешивании превращается в такое вот забавное геометрическое тело. Собирать будем как 4х4. Можно, конечно, сначала собрать оранжевую сторону, оранжевый центр, чтобы не мешалось. Но это совершенно необязательно. Я соберу, наверное, белый. Два и два. Вот собрал белый квадратик. Напротив соберу желтый. На раз полоска. И квадратик. Дальше собираю любой. Вот пусть будет синий, белый, синий. Сюда нужно красный. Да, если вы умеете собирать 4х4, здесь вам многое понятно. Ну, если не умеете, то рановато вам собирать такой кубовит. Надо сначала 4х4 освоить. Так, красный. Ну, остается зеленый, оранжевый. Важно в правильном порядке собирать элементы. Я соберу зеленый, а оранжевый соберется сам. Ну, и вот. Оранжевый центр выступает. Синий, белый, красный, зеленый, желтый. Центры собрались. Теперь собираем ребра. Можно методом для начинающих. То есть находить два элемента одинаковых. Ставить их на одну грань. Вот зелено-желтый, зелено-желтый. И делать алгоритм сдвиг. После флип. И сдвиг обратно. Собрался. Можно какой-нибудь стандартной замены собирать. Находим красный, зеленый. Объединяем. Заменяем на что-то несобранное. Возвращаем. Можно так. Можно собирать фрисвайсом. Этот уже кто как умеет. Найдем какие-нибудь... Да, здесь не всегда легко ищутся элементы. Так как они здесь... Вот эти ребра двойные. Синий-желтый. И вот синий-желтый. К примеру, так вот ставлю. Кстати, зелено-красный есть. Сразу его поменяем. Объединяем. Не в ту сторону. Вот так вот. Ну и сюда мы поставим желто-красный. То соберем еще и вот этот. Дальше. Тут вот четыре собрались. Переворачиваем. Пригодился бы белый-синий. Он тут есть. Я заменю на что-нибудь. Дальше вот бело-синий. Бело-красный где-то тут. Ну, забеню на что-то. У нас сверху еще два не собранных. Так. Вот. Немножко цепляется иногда. Ну, вроде проворачивается. Соберем вот бело-красный. Поменяю на вот это. Двойные проще оставлять напоследок. Что осталось? Синий-красный. Это вот такой. Объединяем. Ну и заменю вот на такой. Вот у нас парочка собралась. Белый с белым. Это главное. Но заодно и вот эти совпали тоже. Дальше здесь. Не совпадает. Не совпадает. Не совпадает. Осталось три ребра. Вот таких. Сейчас мы за раз, а то и за два. Соберем. Для начала нужно найти те, которые совпоставятся. Вот желтое с желтым. Это вот наверх я отправлю. И зеленый мне надо будет сверху поставить. Объединяем. То есть или совпали с желтым, то синий тоже совпадут. И вот отсюда зеленый ставлю наверх. Собрались все три. Но если два остались. Ребра. То собираем по методу для начинающих через флип. Дальше мы получаем почти обычную четверку. Только вот элементы какие-то лишние торчат. Но здесь удобно начинать не с белого. Я первый раз собирал с белого. Этап 3х3. Но лучше начать с красного. Чтобы оранжевая грань была сверху. И нам ничего не мешало собирать и в туэл. Поэтому собираем красный крест. Вот у нас два ребра уже на месте. Ставим желтое. Вот бело-красные ребра. Вот красный крест. Дальше собираем F2L. С красными уголками. Красно-бело-синий. Бело-синий. Ну можно так же и по отдельности собирать методом для начинающих. Но такие уголонки лучше конечно уже на опыте приобретать. Красный, бело-зеленый, бело-зеленый. Хотя... Выше знаний 4х4 здесь много не требуется. Дальше. Дальше. Вот это тоже пара. Но не отсюда. Не осталась одна сюда. Ковер ногами. Перевернем. Даже неплохо вращается. Получилась... Это у нас палка. Здесь, кстати, возможно OLL паритет. Но решается он так же, как в 4х4. Сейчас OLL использовать не буду. Делаю вот так. Дальше. Что у нас? Восьмерка. Тут уже можно. И вот. Осталось немножко поинтереснее. Мы ориентировали все, что можно ориентировать. Ну а теперь попробуем вспомнить, что это все-таки кубоид. И применить хоть какие-то кубоидные техники. Хотя можно собрать и без них. Видим, что сверху уголки перемешались. Хотя мы их перемешивали не так. Ну и тут тоже. Стоит как-то нехорошо. Мой любимый прием из кубоидов. Это просто взять и собрать уголки одновременно. Причем я обычно делал два раза T-Perm. И за два раза, за любое количество слоев, уголки расставлялись правильно. Но здесь мы видим, конкретно здесь, что на каждом слое у нас нужна диагональная перестановка. То есть глаз нигде нет. Но это уже 4х4. Я могу здесь делать копье. И будет, наверное, хорошо. Давайте попробуем. Пиво для 3х3. И что же, получилось. Второй слой уголки собрались. Ну и этот слой тоже уголки собрались. Дальше мы видим. А что мы видим? Ну, видим очень легкие случаи, когда у нас нет паритета PLF. И причем перестановка одинаковая. Даже никаких кубоидных техник не потребовалось. То есть мы просто можем сейчас взять и за один алгоритм до конца собрать. То есть я поставил так, чтобы сзади были собраны. И перестановка была по часовой стрелке. Делаем M2U'. 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 Доворот. И кубоид готов. Но бывает ситуация поинтереснее. Нам паритеты не встретились. Но они тут, естественно, бывают. Так как это 4х4. Бывает так, что есть паритет на втором слое. А на первом нет. И наоборот. Сейчас давайте что-нибудь интересное смоделируем. Я вот начинаю делать алгоритм для паритета. Пилел. И вот. У меня получилось, что переставились вот эти ребра. А теперь беру и поворачиваю один из слоев и делаю этот алгоритм еще раз. Получается, что я сверху сделал такой вот шахматный взор. Ашперм. А и целой у меня собрался. И вот так вот манипулируя перестановкой противоположных ребер, можно и в разной ситуации решать. Если я сейчас делаю Ашперм для этой ситуации. Р2, У2, Р, 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 У2. Ну, У2 не надо уже крутить. Мы видим, что верхний слой собрался, а нижний нет. И как же это решить? Опять делаем алгоритм для паритета. И что же у нас получилось? Надо переставить вот эти два ребра и вот эти два на втором слое. Мы просто поставим их друг над другом и одновременно поменяем их сами. И опять сделаем алгоритм для паритета. Возможно, можно как-то и похитрее сделать здесь. Но я вот только пару раз собрал этот кубоид. Может, что-то еще и придумается. Также можно менять ситуацию, когда у вас два Юперма. Один в одну сторону, другой в другую сторону. Делаем алгоритм паритета. Там что-то меняется и становится одинаковым. В общем, кубоид не сильно сложный. То есть мы собираем все, кроме последнего слоя, как обычно 4х4. Ну а здесь нужно чуть-чуть подумать. Причем я вот не показывал ни одного кубоидного алгоритма сейчас. То есть только PLL, какие-то алгоритмы из 3х3. И алгоритм паритета. Больше ничего не потребовалось. Ну и собирал я с красного цвета. Но для неспешной сборки это не должно быть проблемой для тех, кто увлекается головоломками. Ну чуть больше, чем 3х3. В общем, кубоид интересный. Он, конечно, не дешевый. Не помню, за сколько я его купил. Но мог бы стоить и поменьше. Но это абсолютно другой кубоид. Не такой, как АИ. Какой интересней? Ну, наверное, АИ интересней. Какой из них стоит купить? Купить стоит оба. Если вы хотите две интересные головоломки. В этом, ну, просто он больше 4х4, чем кубоид. Ну, так же, как 4х4х6. Тоже больше 4х4. Ну, а так. Очень хорошие кубоиды. А я люблю кубоиды. Их осталось у меня уже немного. Но тех, про которые я не рассказывал. И через 10 анбоксингов я покажу что-нибудь еще. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.